Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня начинаю новый влог. Я вам сегодня покажу. Нам привезли часть мебели, которую мы планируем поставить на нашу террасу. Это только часть. И еще кое-что мы хотим приобрести, но пока еще не приобрели. В общем, постепенно, по чуть-чуть будем заполнять нашу террасу, делать ее красивой. Так что обязательно вам сегодня покажу. И сегодня покажу еще парник, как у меня там происходят дела, пока у нас в Питере не наступила жара. Потому что когда жарко, туда войти невозможно. У нас сегодня более-менее нормально. Я на самом деле в этой комнате сейчас занавесила все окна, чтобы у нас на втором этаже очень-очень душно. В доме у нас кондиционера нет. Мы его так и не купили, потому что у нас не так часто бывает, что прям жарко очень сильно. И обычно это всего лишь пару дней. Потом как-то идет на спад. То есть так, что месяц у нас был 30-34, как тут обещают у нас на днях. У нас такое крайне редко. Вот у нас сейчас обещают жару там 30-34-35 дня, 3-4. А потом будут грозы и дожди. Может быть, даже и раньше грозы и дожди. Потому что сейчас у нас тучки такие, ветерок поднялся. То есть, может быть, уже и в ближайшее время начнутся дожди. Вот поэтому... В общем, у нас так очень-очень душно. И у нас для Санкт-Петербурга 30 градусов. Это уже очень много, потому что у нас высокая влажность. И у нас становится душно. У нас просто невозможно дышать. То есть, это вообще в пригороде душно. А я уж не говорю в черте города. Там вообще невыносимо. Потому что еще машины, дома нагреваются быстро очень. В квартирах душно. В общем, кошмар, короче, да. Но на самом деле меня почему-то вот радует лето. Даже несмотря на то, что будет такая жара и несколько дней будет просто невыносимо дышать. Но мне как-то радует лето своей хорошей погодой. В отличие, смотрела в новостях, что творится сейчас в Крыму, в Анапе, да, в Сочи. Да, у нас с погодой то лучше, да. Конечно, все затопило ужасно. Вот, да. Но... Но все будет хорошо обязательно. Вот, так что давайте вам сейчас покажу террасу, как она у нас сейчас выглядит. Ну и так немного обо всем. Нашу террасу, кстати, очень сильно облюбовали наши собачки. Вот, Джуси, она спит на диванчике. А Бона на полу. Ну, Бонни постоянно у нас жарко. Она у нас всегда ищет такое, знаете, прям на холодный бетон лечь полежать. Там такое самое очень холодное местечко. Вот я в жару за нее больше переживаю. Даже чем за себя или за кого-то еще. Потому что ей обычно очень жарко. Она прям страдает у меня. Вот. Ну и вот такая вот мебель нам пришла. Получается диванчик и два кресла. Они очень мягкие. Это натуральный ротанг. И вот такой вот столик со стеклом. Единственное, что, конечно, столик со стеклом я бы не стала бы. Вот. Но очень нам с мужем нравится вот такая мебель. И то, что мы задумались, скажем так, на этой террасе. Вот эта мебель как нельзя, кстати, сюда подойдет. Боночка моя лапки отлежала. Вот. И потом, конечно, покажу уже совсем такой конечный результат. Но нам очень понравилась эта мебель. Она мягкая, удобная. На ней вообще очень удобно. На балконе пока у нас без изменений все. Вот. Поэтому только вот терраса надо будет. Я сюда Бонни предлагала какую-то лежаночку. Но она, видите, не хочет уходить с нее. Потому что очень-очень жарко. Еще подвесила свою питунью, которую вот я покупала в обе. Вот сюда. С двух сторон. А посередине, где столб, там водосток будет идти у моего мужа. Поэтому третий цветочек он не дал мне повесить. Ну и Джуси тут у нас дремлет. Тут, в принципе, практически с утра до позднего вечера. Тут такой тенек. И очень прохладненько, хорошо. Не знаю. Очень... Очень хорошо тут как раз-таки отдыхать. Джуси спит всегда на диванчике. Ну и там Бона. Бона вот ложится на влажную траву у нас. На бетон куда-нибудь. Вот. В общем, ей... Бедняжке, конечно, ей очень жарко. И, кстати, вот этот настоящий детектив, который я заказывала в предыдущем влоге, вам показывала, очень понравился моему старшему сыну. Младший ничего не понял, а старшему прям очень понравился. Вот он разгадал первую загадку, прям такой ажиотаж, знаете, детективное такое расследование. Очень понравилось. Так что вот он как раз тут у нас сидит тоже, занимается, разгадывает детективные загадки. Так что пока вот такая вот красота у нас, ну, по чуть-чуть, понемножечку, мы будем дальше продолжать обустраиваться. Мальчишки у меня купаются, мама сидит, отдыхает. Вообще красота, да, девочки? Вот, мальчишки купаются в бассейне, а мы с девочками сидим в тюнёчке. Отдыхаем, наслаждаемся хорошей питерской погодой, потому что обещают скоро дожди. И как раз сейчас, вот, тут уже и лего. Вот эту штучку я сюда положила, чтобы не так сильно царапалось стекло. Вообще боюсь, что столик может от ветра упасть и стекло разбиться. Ну, не знаю. Вот, так что с девочками мы вовсю-вовсю отдыхаем. Девочки, хорошо. Девочки, хочу вам ещё показать. Ко мне пришёл заказ с Алиэкспресс. И когда я в прошлый раз показывала одежду для своей маленькой собачки, для Джуси, мне написали, что это только начало. Да, девочки, вот, не удержалась, заказала своей мелкой. В прошлый раз я заказывала ей такую шлейку с бантиком розовым. Так вот, кое-кто из неё вырос. В общем, она еле-еле застёгивается, очень туго получается. Я и заказала вот такую другую, но заказала уже, чтобы мягкая часть была вот здесь. Потому что, ну, она ещё не умеет ходить на поводке, дёргается там постоянно. И чтобы вот не впивались вот эти вот ей. Вот. Так что заказала вот такой. И он идёт вместе и в комплекте с поводком. Вот таким вот. Ну, поводок такой обычный, простой, тряпочный. Вот. Мы с рулеткой ходим гулять. Ну, такой поводок тоже. Нет-нет, да, пригодится, я думаю. Вот. Так что вот такую шлейку. Кому интересно, я ссылочку вам оставлю. Вот. Это с Алиэкспресс. Дошло, ну, как обычно, за три недели где-то. И заказала я ей вот такой плащик. Причём вот этот плащик. Здесь есть вот такая дырочка, которая даже прострочена, смотрите. Для, ну, шлейки, да, чтобы поводок здесь торчал. В общем, она у меня когда ветрена, она, бедняжечка, у меня мерзнет. Холодно ей. В общем, буду ей одевать. Вот. Я и померила. Она немножко великовата нам, конечно, сейчас. Но я думаю, что вдруг ещё подрастёт. Так будет ей. В общем, это такой осенний плащик. Ну, как осенний, не осенний, конечно. Ну, в общем, на ветреную дождливую погоду. Мои девочки. Маленький плащик. В общем, вот такие вот обновки у моей маленькой собачки. Старшей я ничего такого не покупаю, потому что она у меня вообще такая знойная женщина. Ей постоянно жарко. Постоянно она, не знаю, когда жара начинается, по 30 градусов она вообще бедняга у нас тут ходит. Вот. Ну, кстати, плащик сшит хорошо. Вот здесь вот даже светоотражающий. Ну, по крайней мере, должна быть светоотражающая вот эта штучка. Ну, вроде бы она такая и есть. Не знаю, вот швы даже ровные. Ну, не знаю. В общем, в общем, больше щеголять она у меня. Девочки, покажу вам парник, как у меня тут дела. Сейчас мой. Я вам уже показывала, как было. Да, и здесь у меня все. Самое главное, девочки, самое главное. Это укроп. Боже мой. У меня есть нормальный укроп. Ура. Я как сумасшедшая. Вот это для меня вообще максимум. У меня такого вообще никогда не было укропа. То есть, вы понимаете, уровень, уровень вообще моего счастья. Представляете, какой это просто для меня мега жирный укроп. Девочки, это кошмар. Здесь вот у меня баклажанчики. Завязи у меня пока нет. Но они у меня так... Ну, не очень, короче, цветут. Я вам так скажу. Вот. Ну, надеюсь, что завязи у меня скоро будут. Перчики у меня только-только начали цвести. Вот. Такие вот же вот. Это вот моя вот эта стручковая фасоль. Которая будет такая длинная-длинная-длинная фасоль. Вот она у меня тут уже пошла во всю виться. Видите? Вот. Сейчас мы ее подправляем, чтобы она дальше продолжала виться. Вот. Только вот та вот у меня дальняя. Что-то как-то мало вьется. Тут тоже такие большие. Огурчики. Девочки, огурчики у меня. У меня листочки. Ну, жара. Мне кажется, немножко подгорают, да? Вот. Огурчики у меня тоже. Тоже уже есть. Я вот эти вот нижние обрываю, потому что мне нужно, чтобы они вились. Видите, у меня густо. Я хочу, чтобы они у меня подвивались вот туда повыше. Вот. И вот тут вот у меня, видите, тоже. Тоже скоро будут огурчики, девочки. Вот, видите. Ура-ура. Вот. Ну, красота. Еще пока не цветут, но вот такие вот у меня огурцы. А здесь вот у меня, вот здесь вот такие огурчики, которые такие длинные, салатные. Ну, что они такие чахлые, я смотрю. Ну, не то, чтобы чахлые, конечно. Но по сравнению вот с этими, они такие уже поменьше уже. Вот. И помидорчики здесь у меня. Помидоры у меня вообще, смотрите. Вон уже помидорка. Еще помидорка. Еще вот там помидорки. Я их тут, ну, траву скошенную, подсушенную сюда кладу. Вот. Ну, потом везде хочу положить здесь парники. Здесь паска сколько было. Видите, совсем-совсем чуть-чуть. Это и питание дополнительное, и защита от, ну, как бы влагу больше сохраняет в земле. Поэтому вот так, что помидорки цветут. Но еще не знаю, когда буду собирать. Уже урожай, уже ведра готовы, девочки. Вообще, в общем, разные сорта у меня, как вы видите. Здесь вот такие вот у меня цветочки. Вот эти только-только начали цвести, вот эти помидорчики. Вот. Так что, вот такой вот у меня огородик парничок. Скоро буду урожай собирать. Это моя кошка, куничка, старенькая моя старушечка. Тоже ее очень жарко, видите, лежит прямо на бетоне, в тенечке, чтобы... Ну, а вообще, они у меня вместе с Каспером днем спят где-то дома, где-то вот вообще там под лестницей, не знаю, забиваются. Самое-самое прохладное местечко. Они находят и там спят целый день, выползают только поздно вечером, когда уже спадает жара. На ужин мы сегодня решили сделать шашлыки и овощи. Нашла вот первый раз в этом году, сделала такой маринад для овощей. Девочки, я вам оставлю его описание внизу в инфобоксе. Обязательно посмотрите. Овощи получаются нереально вкусные. И помидоры, и баклажаны нужно, когда вот он стоит у вас на решетке, эти овощи, да, их вот этим маринадом, кисточкой периодически смазывать. Овощи получаются просто обалденные. Девочки, всем советую этот маринад. Вот так вот он у меня был сделан. Это у меня из зелени кинза. Она же идет как раз-таки по рецепту. Я просто забыла снять вам сам маринад. Как-то не подумала. Но вот сейчас я уже озвучиваю за кадром, да, мы уже попробовали эти овощи. Они просто бесподобные, девочки. Всем советую. Я пробовала разные маринады для овощей, но это самый лучший. Ну и, конечно же, наша вечерняя прогулка. Гуляем мы поздно вечером. Сейчас где-то, наверное, часов 10 вечера, чтобы собакам не было жарко. Вот, особенности боночки моей. Делаем небольшой кружочек сейчас, чтобы ее лишний раз не нагружать в такую жару. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!